Такие вареники получаются нежными и не расклеиваются во время варки. Можно замораживать, что и обычно и делают. Я готовлю сразу 2 порции. 6 яиц разделим на белок и желток. Белки отставляем в сторонку, они нам понадобятся в начинку. Переливаем желтки в большую миску. Добавляем соль, 1 чайную ложку и перемешиваем венчиком. Вливаем 250 мл молока. Я иногда молоко заменяю на сливки 10% жирностью. Сегодня я как раз добавила сливки 10%. И вливаем 250 мл воды. Добавляем муку постепенно и замешиваем тесто. Мне требуется примерно 900 г муки. Тесто должно быть достаточно тугим. Муку добавляем до тех пор, пока тесто перестанет брать муку. Закрываем тесто и убираем на 40 минут. Тесто обминаем. Вот такое оно получается красивое в разрезе. Тесто приятное на ощупь. Во время лепки мука дополнительно не требуется. Делим для удобства на 4 части. Берем одну часть, раскатываем тонкий пласт толщиной примерно 3-4 мм. Вырезаем стаканом кругляшочки. Часть кружочка закрываем целлофаном, чтобы они не заветрились. Чайной ложечкой раскладываем творог на заготовке. И защипываем края. Я защипываю самым обычным способом. Так у меня больше производительность, так как готовлю всегда по 2-3 порции за раз. И замораживаю. Во время варки добавляю 1 столовую ложку растительного масла. Так вареники после остывания, когда их вытащишь из воды, не слипаются. Вот так они выглядят во время варки. Надуются, но не лопаются. Сами получаются желтенькие, особенно яркие, если готовить из деревенских яиц. Кстати, у нас любят больше всего вареники с творожной начинкой. Но пользуются начинки популярностью адыгейский сыр, картофель и вишня. С какой начинкой любите вареники больше всего вы? Не забудьте оставить улыбающийся смайлик под видео, если вам понравился рецепт. С нетерпением жду ваши фотоотчеты. Присылать их можно мне в мой телеграм-канал. Если еще не подписаны на мой телеграм-канал, обязательно подпишите, чтобы быть в курсе о всех моих новых видео. А я вам желаю приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!